Привет, друзья! С вами, как всегда, Виктор Карасёв. Это удивительно, но я здороваюсь сразу. Сегодня я хочу показать вам две замечательные коробочки. Меня часто спрашивают о том, какая у меня самая дорогая игра в коллекции. И, ну, за исключением, может быть, некоторых бигбоксов, которые появились у меня за последнее время, это всегда была Bravely Default. Коллекционное издание для 3DS. Такая вот коробочка, она у меня до сих пор силдовая. Я играл в эту, не побоюсь этого слова, замечательную игру на картридже, купленном отдельно. Это было куплено именно в коллекцию намного позже. Что я могу сказать про Bravely Default? Это очень хорошая классическая JRPG, за одним-единственным исключением. Оно хорошее ровно до того момента, как ты не доходишь до самой последней главы, где тебя начинают заставлять носиться по одним и тем же локациям, если я не путаю 4 или 5 раз, я рассказывал об этом в каком-то из роликов, и бить одних и тех же боссов, которые с каждым разом становятся все сильнее и сильнее. То есть всю игру можно было спокойно совершенно обходить гринд, когда он был не нужен, можно было вообще отключить случайные встречи с противниками, что очень помогало прохождению и заставляло игру не надоедать. А когда наоборот нужно погриндить, можно было найти хорошее место, увеличить возможность встречи с противниками до какого-то совершенно невообразимого процента и спокойно набить себе необходимые уровни. Но вот в конце игры я причем даже скинул в какой-то момент сложность на Изи, все равно я не смог добить все эти рефайты, они мне надоели, мне не захотелось идти снова качаться. И в общем финал игры я досмотрел на Ютубе, но вот помимо этого момента Bravely Default действительно классный RPG. Помимо Bravely Default выходила еще на 3DS тоже Bravely Second, вторая часть, продолжение. Здесь у меня отдельного картриджа нет, в Bravely Second я так и не поиграл, но терзают меня смутные сомнения, что сегодня поиграю. Стоимость этой коробки на eBay начинается где-то от 300 долларов и выше. Бывают случаи, когда можно найти распакованную за 200, но в среднем силды по 300-400 долларов и дороже. Внутри у нее должен быть вот такой вот набор. Сегодня мы с вами на него посмотрим. Я как последний варвар эту коробку готов распечатать. Все-таки давно хотелось посмотреть как минимум на фигурку Ennis. Говорят, что она очень дерьмового качества. Я не знаю, может ли такое быть. Вроде как хорошее издание. Но фотографии в интернете это одно, а подержать в руках совершенно другое. Поэтому я принял решение, что больше эта коробка не будет томиться в пленке. Давайте вскрывать. Ну что ж, особо впечатлительных силдодрочеров прошу удалиться от экрана. Я совершаю варварский поступок. Прости меня, Юра, но народ требует хлеба и зрелищ, а я требую понимания, хорошая фигурка внутри или нет. Я долго думал над тем, делать это или нет. Но в итоге я подумал, а чего бы и нет. Сколько можно уже смотреть с придыханием на какие-то пленочки. Только что на ваших глазах эта коробка потеряла как минимум 100 долларов в цене. Спустя какое-то время, если вы смотрите этот ролик, допустим, в 2025-м, вполне возможно, что она потеряла намного больше, чем 100 баксов. Ну и что? Зато вам интересно и мне тоже. Так, мне вот не совсем понятно. Тут сзади... Ага. Тут сзади есть проблема в том, что вот эта штука, это прям наклейка полноценная. Она не дает открыть коробку. И вариант либо пробовать ее аккуратненько отклеить, либо разрезать. Я сейчас попробую аккуратно ее убрать, чтобы не портить. Не знаю, получится или нет. Вот так вот аккуратненько здесь подцепить вполне возможно. Да. Это хорошо. Потому что все-таки одно дело вскрыть, другое дело испортить. Так, ну, пожалуй, вот так вот мы это дело и оставим. Очень приятный на ощупь материал у коробки. Такой, знаете, матовый. Как будто тканью какой-то обтянут картон. Так, как оно, что здесь делается? А, ага. То есть вот это вот черное, это просто футляр. Картонный, внутри больше ничего нет. По-хорошему его можно закрыть, вот так вот заклеить и сделать вид, что так и было. Так, а внутри у нас тут, я уберу пока. А внутри у нас тут все начинается с артбука. Делюкс артбука, если быть точным. Тоже очень приятная на ощупь обложка. Плотная. Хорошая мелованная бумага. Достаточно толстые издания. Ох, какой арт-то шикарный. Вы только посмотрите. Достаточно толстые страницы. Много всяческих артов. Вот мне, кстати, всегда было интересно. Вот ребята рисуют такие арты замечательные, а в игре все равно чибики, модели. Вот как у них это соотносится одно с другим? В какой момент приходит понимание того, что вместо вот этой красоты нужно сделать маленьких чувачков с большими головами? Я ничего по сути не имею против чибиков, но просто серьезно, это же совершенно несравнимо. Вот это вот и оригинальный арт. Все девчонки, все мальчишки разрисованы со всех сторон. Тут же концепт-арты и раскрашенные уже финальные арты всех локаций. Вот я сейчас смотрю на них и вспоминаю, как классно это все выглядело в игре. Все-таки вот все города, все локации были очень здорово перенесены из концепт-арта. Вы посмотрите, какая красота в финальную игру. Но к персонажам у меня есть вопросы. Очень хотелось бы, может быть, полноценную версию на Switch, например, ремейк. Как седьмую финалку сейчас делают ремейк, где из чибиков делают полноценных персонажей. Может быть, когда-нибудь и Bravely Default удостоится такого же. Хотя я, конечно, сомневаюсь, учитывая то, насколько культовая Bravely Default. Final Fantasy 7, в смысле, по сравнению с так себе культовостью Bravely Default. Что у нас тут дальше? Фигурку мы оставим на самый последний момент, потому что это самое классное, что здесь есть. А ну, по сути... А, нет, не все. Сам Bravely Default картридж. Силдовенький. Диск с саундтреком. Десять треков. Не помню, насколько хороша была музыка, если честно, в игре. Колода карт. В недавнем прескете от Sony Кровь и истина тоже был набор карт. Не знаю, вот кто-то играет в карты вообще сейчас, особенно вот в такие коллекционные, покупая эти издания. Причем это вообще очень странные карты. Это больше как открытки карточки, чем как игральные карты. Я думал, это игральные карты будут. Но это просто коллекционные карточки. Интересно даже, в каком количестве. Может быть, они, конечно, предполагали, что кто-нибудь нарисует тут маркером дамы, десятки, тузы и будет в это играть. Но что-то я сомневаюсь. Очень странные карты. Ну, окей, пусть будут. Ну и последнее, ради чего многие, насколько я понимаю, и покупали эту коробку на старте. И остались в итоге разочарованными. Это фигурка Enies. Говорят, она очень дерьмового качества. Сейчас мы с вами это оценим. Насколько она хороша или плоха. Здесь не глядя прям. Просто разрезаем скотч. И будем любоваться. А может быть, возмущаться. О, господи, ужас какой. Я не помню, сколько стоило это издание на старте. Но совершенно точно немало. И мне кажется, что за такие деньги, как минимум, лицо у Enies могли бы сделать намного лучше, чем оно здесь есть. Это, конечно, мягко говоря, позорище. Возможно, поэтому и было столько бугурта про эту фигурку. Такое ощущение, что ты купил дешевую замену куклы Барби, как они там, Синди назывались, там еще как-то. Очень криво покрашена. Ну, хотя бы пьедестал у нее достаточно увесистый. Ну, в общем и целом, конечно, качество, ну, мягко говоря, на троечку. Если даже сравнить, я не знаю, с тем же Леоном из Resident Evil 2 из последней коллекционки, которая стоила примерно таких же денег, то прям, ну, далеко ходить не надо. Просто видно невооруженным взглядом, насколько хорошо сделана эта фигурка и насколько дерьмово сделана эта. Да, ребят, это, конечно, полный провал. Вы знаете, я, пожалуй, соберу это дело обратно и больше никогда не буду его доставать. Возможно, специально для того, чтобы больше этого не видеть, запечатаю ее обратно в слой, я не знаю, даже не пленки, а какой-нибудь непрозрачной бумаги для запекания. Ну, это, конечно, просто кошмар. Я не знаю, видел ли я хуже фигурку в комплекте. И даже несмотря на то, что это не Чиби-версия, это, конечно, очень плохо. У нас еще есть вторая часть, Bravely Second. Давайте пока распечатаем ее, посмотрим, что внутри нее. И там тоже есть фигурка. Сравним, насколько лучше они сделали ее во второй части. Вот такая прямоугольная коробка у Bravely Second. Здесь внутри примерно то же самое, что было в первой. Артбук, фигурка, правда уже Чиби-версия, саундтрек, картридж. Давайте тоже поглядим на все это дело поближе. Здесь сил такой пакет. Но, кстати, это хорошо, его можно будет потом аккуратненько надеть назад, чтобы коробка не пылилась. Как я уже говорил, про вторую часть я ничего пока рассказать не могу. Даже обзоры не смотрел, не смотрел на оценки. Ну, теперь после распечатки этой коробки я смогу в нее поиграть наконец-таки. Составить собственное мнение, если понравится, обязательно расскажу. Может быть в ролике, может быть просто в канале Телеграма, может быть в Твиттере, все мои соцсети. Если кто-то еще не знает, не подписан, есть в описании. Подписывайтесь, я туда частенько почу всякую инфу, которую не почу на канал, соответственно. Возможно, кому-то это будет интересно. Так, здесь, конечно, качество коробочки уже намного хуже. Наклейка тоже на всю заднюю сторону достаточно кривая. А закрыта она просто кругляшком. Сейчас мы его попробуем аккуратненько тоже снять. Нет, но будет только хуже. По-варварски разрежем, значит. И так. Да, сравнивать тут, похоже, будет нечего. Потому что фигурка тут катастрофически маленькая. Может быть поэтому это издание до сих пор на вторичном рынке стоит намного меньше. Но это, конечно, просто не смешно. Но, хотя, качество выглядит намного лучше. По крайней мере, через коробку. Мини фигур. Даже зажались на большую. На самом деле цена, естественно, в первую очередь связана не с размером фигурки, а с тем, что просто вторых коробок выпустили намного больше, чем первых. Я так понимаю, что Брэвли Дефолт в свое время был новым IP. Никто про него не знал. И издатели не были уверены в том, что хорошо раскупят игрушку новую. Поэтому решили сделать не так много. А Брэвли Дефолт уже на фоне первой игры сделали побольше. Катридж, саундтрек. Фигурку мы уже посмотрели. Вы знаете, я ее даже не буду открывать на самом деле. Потому что... Обычная маленькая фигурка. Я думал, будет что-то большое. Такую я на полку в любом случае ставить не буду. И артбук в мягком переплете. Эх! Халтура! Артбук мы, конечно же, посмотрим. Может быть, он у нас внутри будет лучше, чем снаружи. И лучше, чем первый. Но в первом Брэвли Дефолт, по мне, был очень классный артбук. Не знаю, сможет ли вторая часть его переплюнуть. Но здесь еще нужно понимать, что в первую часть я все-таки играл. И понимаю, что там нарисовано. Во вторую нет. Я не знаю, насколько тут даже те же самые персонажи. Или другие. Но вообще тут написано, Дезин Воркс, арт оф Брэвли. То есть, вполне возможно, тут и Брэвли Дефолт, и Брэвли Сэконд. Плюс он намного толще, чем первый. У него такая переливающаяся обложка прикольная. Ну, арты вообще, в принципе... Нет, End Layer, Брэвли Сэконд. Арты японцы всегда умели делать красивые. Были всегда впереди планеты всей. Ну, вот здесь вот, кстати, Visual Works. Очень прикольно. Вот почему? Почему не сделать игру вот в таком стиле? Тут же 100% в Брэвли Сэконд тоже чибики. Очень много набросков. Дальше у нас тут враги. Всяческие украшения. Вот тоже очень прикольно, как... От скетча все превращается в полноценное изображение. Как рисуют с нуля персонажей. В середине внезапно бумага стала хуже, чем была в начале. Такого газетного типа. Везде на всем экономят подлецы. Да, вот это издание меня, конечно, разочаровало по сравнению с первым. Несмотря на фигурку дерьмового качества. Все остальное в Брэвли Дефолт, в коллекционке, выполнено было на уровне. А вот в Брэвли Сэконд намного хуже все внутри. Интересно, касается ли это игры. Прикиньте, сейчас такой начинаешь играть в Брэвли Сэконд, а там вообще со второй или с третьей главы начинаются сплошные повторения. Чуваки вообще нарисовали там 2-3 локации и гоняют тебя по ним. Типа, ну что, в первой же схавали, давайте во второй сделаем так же. Очень красивый артбук, но исполнение намного дешевле, чем в Брэвли Дефолт. Выглядит не так завораживающе из-за этого, потому что не переливаются страницы, не блестят. Но изображение классное. Тут даже какая-то манга есть ближе к концу. Ну что ж, вот такие вот две коробочки я вам сегодня показал из своей коллекции. Одна уже бывшая самая дорогая, ну или практически самая дорогая коробка в моей коллекции теперь уже точно нет. Но я надеюсь, не зря я ее обесценил. Я надеюсь, вам понравился ролик. Если да, не забывайте ставить большие пальцы. Подписывайтесь на канал, если сегодня здесь вдруг впервые. И увидимся совсем скоро. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok